Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Toskana Vax. Какая одежда главная в осенне-зимнем сезоне? Конечно же, верхняя. Именно она становится акцентным предметом в многослойных аутфитах. И, кстати, как раз верхняя одежда будет свидетельствовать о наличии у вас насмотренности, потому что пальто очень просто выбрать неактуального кроя. Давайте разберемся, что же будет модным в этом сезоне. И самое первое – это кожа. Кожаная одежда – один из лидеров осенне-зимнего сезона. Кстати, не только на подиумах, но и уже в магазинах. И это не только байкерские куртки-косухи, но и будто бы винтажные пиджаки из кожи, а также длинные плащи и повседневные дубленки. В общем, кожаную куртку или даже плащ можно выбрать исключительно под свой стиль и понять, что же подходит вам больше всего. И, кстати, сочетать ее советуют двумя разными способами. Либо в дерзком тотал-луке, то есть вниз можно надеть кожаные брюки или, например, кожаную юбку. Очень стильно, а зимой еще и практично. Протер салфеточкой, никаких разводов. Ну и второй вариант – с чем-то легким и летящим. В одном из наших роликов мы обсуждали тренд на прозрачность. Так вот, именно его мы предлагаем и комбинировать с кожей. В общем, не убираем далеко шифоновые юбки и атласные платья. Будем носить их и осенью, и зимой. И следующая модная вещь, я думаю, что у многих она уже есть – пальто с акцентными плечами. Немного вспоминаем 80-е и выбираем именно такие модели, слегка маскулинные. Кстати, мода немного отходит от чрезмерного оверсайза, поэтому такие пальто не обязательно должны быть гигантскими. Они могут быть даже притальными, но плечи должны быть очень уверенными. Вот именно поэтому, если сейчас вы хотите приобрести себе пальто, то обращайте внимание именно в сторону таких моделей, а не моделей со спущенными плечами. На что еще обратить внимание? Это может быть необычный принт, например, гусиная лапка или разнообразная клетка. Могут быть варианты в стиле апсайкл – это когда пальто будто бы сшито из кусочков разных материалов. Здесь может быть и джинса, и мех, и кожа, ну и, конечно же, пальтовые ткани. И, кстати, особое внимание стоит уделить воротникам. Они могут быть отложными или декорированными. Также есть интересные модели с акцентными лацканами. Когда один лацкан сделан, например, из другого материала, это может быть атлас в стиле смокинга или искусственная кожа. И также лацканы могут быть просто подчеркнуты второй лизой. На подиумах, кстати, тоже часто встречаются модели с отлетами или какими-то дополнительными украшениями. Будь то вышивка, цепочки, металлические элементы или контрастные канты. Такие маленькие детали станут тем самым акцентом, который будет привлекать внимание. Кстати, берем на заметку и всегда можем купить базовое пальто, а к нему какое-то дополнительное украшение. Чтобы, когда тренд пойдет на спад, наше пальто все еще нам служило. Итак, следующий момент. Пальто в этом сезоне может быть приталенным. Все-таки женственность тихой сапой возвращается на модный небосвод. Многие известные бренды типа Жак Мюз, Шанель и Ральф Лоурен в новых коллекциях акцентируют свое внимание именно на женской талии. Тот самый силуэт песочные часы. Но если вы не собираетесь выкидывать свое любимое пальто, то вы всегда можете его просто-напросто подпоясать. Либо сшить в ателье пояс из похожего материала, либо наоборот использовать что-то контрастное. Так мы добьемся модного силуэта и попробуем тренд буквально за копейки. Итак, что бы нам еще придумать вокруг пальто? На этот раз пальто-пиджак. Здесь, кстати, может быть два варианта. Первое это пальто-пиджак, то есть укороченное пальто в форме пиджака. Выполнено, кстати, как раз из пальтовых тканей, то есть достаточно плотных. Берем состав от 60% шерсти и носим такое пальто вплоть до зимы. Кстати, мне модель очень понравилась тем, что ее легко можно сочетать с юбками абсолютно разной длины. Потому что когда пальто у нас миди или по коленку, может возникать некоторый диссонанс. И, конечно же, с брюками и с джинсами. В общем, вещь на самом деле универсальная. Главное выбрать такую модель, чтобы все-таки бедра были чуть-чуть прикрыты. Ну а второй вариант я предлагаю назвать пиджак-пальто. То есть это буквально длинный пиджак. Здесь как раз используются костюмные ткани. И эту модель мы используем, ну вот сейчас, начало сентября, то есть бархатный сезон. Когда нам нужно накинуть что-то легкое, но при этом не теплое. В общем, носим его как альтернативу тренчу. Его в холода, конечно, уже не накинешь. По крайней мере, самым верхним слоем. Ну и, конечно же, не забываем про куртки, стеганые модели и также альтернативы всем известному бомберу. Причем бомберы могут быть не только в спортивной эстетике, но и повседневными, а также более нарядными. Все зависит от ткани и от деталей. Например, манжеты могут быть выполнены не из резинки, а из основного материала. Тогда бомбер сразу будет смотреться не таким спортивным. Итак, а какие же сумки мы носим в осенне-зимний сезон со всей нашей верхней одеждой? Давайте посмотрим. Начну я вот с такой модели. Я выбрала ее прежде всего за то, что она объемная. Выполнена из зернистой кожи и имеет такой мягкий силуэт. Итак, сумка закрывается на молнию. Здесь два основных отделения. И посередине вот такой карман-разделитель. Он на молнии. На задней стенке есть еще один карман на молнии. И напротив, спереди, два накладных кармана. Они уже открытого типа. С внешней стороны, на задней стенке, здесь есть еще один карман. Он также закрывается на молнии. Здесь достаточно длинные ручки, поэтому сумку мы можем носить в руке. Надевать на сгиб локтя и также на плечо. Обратите внимание, какой хороший запас здесь остается для верхней одежды. Кстати, стоимость этой модели 7580 рублей. Следующая сумка также из зернистой кожи, но на этот раз для тех, кто предпочитает более аккуратные и компактные модели. Она в форме полумесяца и тоже мягкого силуэта. То есть ее буквально можно смять. Трендовый красный цвет и очень нарядная золотая фурнитура. Открываем молнию. Внутри у сумки единое отделение. На задней стенке есть карман, который закрывается на молнию. И это единственный карман в этой модели. Ни спереди, ни сзади, с внешней части карманов нет. Здесь в комплекте один ремень и он регулируется по принципу брючного. Сейчас сумка в самом коротком положении ремня. Можно носить ее на плече. Здесь отличная длина. Вспоминаем, что пальто у нас теперь не со спущенным плечом, а наоборот с прямым и четко посаженным. И понимаем, что сумка никуда от нас не убежит. Ну и, конечно же, длину ремня мы с вами всегда можем отрегулировать и надеть сумку уже в формате кроссбоди. Что тоже будет очень удобно и с объемными пальто, и с дутыми зимними куртками. А стоимость этой модели 6960 рублей. Еще одна вариация на тему кроссбоди. Вот такая компактная сумка из зернистой кожи. В комплекте у нее два сменных ремня. Один из них вот такой длинный. И у него, кстати, очень хорошая ширина. 4 сантиметра. Итак, открываем клапан. Здесь магнитные замки. Внутри у сумки два основных отделения. И посередине вот такой карман-разделитель. Он на молнии. Спереди есть накладной карман из натуральной кожи. Он открытого типа и закрывается только клапаном. А сзади на этой сумке карманов нет. Решила надеть именно в формате кроссбоди. Но, кстати, длину ремня можно отрегулировать. А надела я так, потому что хочу показать вам, что такая маленькая сумка за счет достаточно массивного ремня не будет теряться на нашей верхней одежде. Это очень здорово. Ну а второй ремень из комплекта более короткий. Носим сумку в руке или на сгибе локтя. Стоимость этой модели 6 960 рублей. И кажется, мы с вами потихоньку стали забывать о том, что металлик – тренд этого года. Я решила вам напомнить. Даже самую простую верхнюю одежду, нашу любимую черную курточку, можно разнообразить при помощи вот такой акцентной сумки. Выполнена она из натуральной кожи. Здесь такое металлизированное покрытие и фурнитура латунного цвета. Модель закрывается на клапан. Здесь вот такой поворотный замок. Открываем. Внутри единое отделение. На задней стенке есть карман на молнии. И напротив накладной карман. Он уже открытого типа. С внешней стороны у этой модели карманов нет. Ни сзади, ни спереди. В комплекте у сумки один сменный ремень. И он регулируется по длине. Можно носить абсолютно разными способами. Например, вот так в формате кроссбоди. Или вот так я отрегулировала ремень в самую короткую позицию. И теперь смело могу носить эту сумку на плече. Кстати, готовимся к новогодним корпоративам. Я думаю, там эта сумка точно пригодится. Стоимость этой модели 6 960 рублей. Ну и кстати, мне будет очень интересно узнать, какую верхнюю одежду на эту осень выберете вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И если вам нравятся такие подборки, то не забудьте поставить лайк этому видео. А я напоминаю, что все эти сумки и многие другие вы можете приобрести в Toscanabex. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у менеджера или на сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог нашей коллекции. Все заказы мы доставляем различными курьерскими службами. А по России, при помощи Почты России, доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну и на этом у меня все. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Продолжение следует...